про времени суток дорогие друзья посмотрим на последние события на рынке криптовалют и какие основные тенденции на жду ближайшее время сейчас мы посмотрим на последние сутки что произошло за последние сутки какие тенденции дальше во первых мы можем сказать что эта неделя достаточно хорошая идет вот с 30 апреля мы выросли уже почти на 5 процентов по биткоину и этому есть некоторые основания давайте посмотрим на фокус-факторы которые сейчас есть у нас мы видим что за последние сутки оптимизм увеличился индекс биткоина вырос по нашей оценке на 1 балл с 11 до 12 и мы видим этому способствовали некоторые новости во первых мы видим что ситуация по блокчейн развивается достаточно хорошо и многие банки уже внедряют технологии блокчейн и это уже входит повсеместно в жизнь также развитие ситуации в отношении бирж сейчас хотя и за последние сутки не было никаких серьезных новостей но все равно это тренд позитивен из позитивных моментов мы можем сказать что первые центробанки пробуют делать уже какие-то транзакции и центробанки используют блокчейн первый раз за всю жизнь так сказать за все время использовалась вот такой слов транзакция что способствует позитивному настроению отношении биткойна и других криптовалют если мы откроем криптовалют это мы видим что этот год позитивен для всех криптовалют за редким исключением это рай пол это система которая ожидала что будет перевода через нее был бурный рост еще раньше если мы посмотрим в годовом исчислении то рай пола более всех выстрелов и поэтому сейчас вот остановился на месте но если мы посмотрим за последние 6 месяцев то рост именно будет достаточно хороший по биткоину и по другим криптовалютам где-то мы идем в одном тренде давайте более детализировано сейчас вернемся и посмотрим на bitcoin что мы видим на текущий момент первое что вот это ожидание которое было покупка на уровень 5 100 оправдалось то есть если вы посмотрите предыдущие видео которые мы записываем каждый день в рабочее время то мы видим что инвестиционная стратегия покупать от уровень 5 5 100 раньше от 5 оправдываются мы находимся в диапазоне и вот цель 5 600 сегодня мы продолжаем рост и мы видим что новостной фон только растет ситуация по bitfinex успокоился рынок вот это падение уже практически съел мы видите вернулись практически на те же уровне которые были и 25 апреля когда был новость по bitfinex и сейчас рынок уже постепенно восстанавливается поэтому это падение было хорошее как и мы предполагали время чтобы прикупить сейчас цель 5 600 стоит то есть выйти снова на пике этого года возможно это будет сделать нелегко но будем стараться из негатива из негатива мы можем видеть только что эстонский кабинет поддержал стремление лицензировать деятельность криптовалютным фирмам увеличили требования по регистрации анти отмывочные хотя отмывочное законодательство усложняют чтобы как-либо выявить вот эти все вещи которые происходили в эстонии мы помним что эстония была одним из центров где было очень очень много вот таких фейковых токенов целов которые только мешают имиджу биткойна и хорошим проектом которые сейчас могут собирать фан рейзинг более активно вот на текущий момент это все события которые мы хотели сказать их немного но в общем то если посмотреть на нашу стратегию по биткойна то мы остаемся наверх в общем то рынок пока мы смотрим позитивные после коррекции снова начался рост поэтому ничего нам не угрожает на текущий момент вот к текущему часу это все смотрите каждый день в девять часов приблизительно по москве по америке это два часа по нью-йорку где-то по дубаю это 22 часа ну соответственно по лондону 7 часов мы делаем обзор по биткойна также другим криптовалютам каждый день хорошего дня удачных инвестиций